В администрации Кирова ищут подрядчика для обслуживания общественных туалетов. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. Начальная стоимость контракта более 650 тысяч рублей. Что должны делать на эту сумму в общественных туалетах и достаточно ли уборных в Кирове? Подробности далее. А знали ли вы, что общественные туалеты в Кирове есть? Точнее, мобильные туалетные модули. Для их обслуживания администрация города ищет подрядчика. Он должен собирать отходы, проводить санитарную обработку внутри, обеспечивать модули туалетной бумагой. Сумма контракта более 650 тысяч рублей. Услуги будут оказывать по 20 декабря этого года. На весь город туалетных модулей 6. На набережной Грина, в парке Аполло, Кочаровском парке, на Театральной площади, в Александровском саду и на набережной в Нововятске. Правда, не все они в хорошем состоянии. Сейчас в нормальном состоянии у нас туалетный модуль находится в парке Аполло и на набережной в Нововятске. Все остальные, ну, как жители, могут наблюдать уже в не очень хорошем состоянии. Соответственно, нами принято решение вообще по увеличению туалетных модулей, их модернизации. Сейчас мы запрашиваем, ищем коммерческие предложения на приобретение уже современных туалетных модулей, павильонов. Закупить и установить новые, теплые, современные туалеты – дело небыстрое, добавила Юлия Васильева. Работа в этом направлении ведется. Но получится ли у администрации качественно проводить эту работу, сомневается депутат Денис Ерохин. По мнению народного избранника, есть вариант улучшить ситуацию с содержанием старых и с появлением новых городских уборных. Надо привлекать туда бизнес, и, соответственно, бизнес сам может и содержать эти туалеты, и организовывать эти туалеты, кабинки, там будет еще что-то. То есть, как бы, ну, это можно переложить на бизнес, и это будет намного качественнее, чем это всегда делает администрация. Потому что все, что делает частный бизнес, это всегда получается в разы лучше и намного дешевле. В этом году власти обещают много праздничных мероприятий в честь юбилея города. Ожидается и наплыв туристов. Наличие туалетов важно как никогда, говорит экскурсовод Ксения Логинова. Причем речь идет не об этих кабинках. Если сравнивать с другими городами, то в Перми в прошлом году было 300 лет. Я ездила туда в сентябре, там на набережной. Как минимум я увидела три туалета, в два из которых я прям специально зашла и посмотрела. Чисто, красиво. Понятно, что к юбилею, если здесь так же будет, если будет туалет, это будет прекрасно не только для туристов. Мы прекрасно понимаем, что приспичить может каждый раз. Второе, если мы в цивилизованном мире, мы не хотим видеть, что где-то по кустам кто-то ходит. Конечно, здорово, если будут туалеты. В администрации рассказали, сломанные туалеты по возможности отремонтируют биотуалеты. Также будут появляться в парках и скверах на время мероприятий. А в парке имени Кирова даже сделают настоящий стационарный туалет. Александр Башмакин, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.